здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим на тему которую мы довольно часто поднимаем наших эфирах в том или ином варианте и уверен что многие из вас часто они но если не говорят то слышат или к несчастью великому принимать в этом участие речь пойдет о раке потому что всемирный день борьбы против рака 4 февраля отмечается по всему миру раз день всемирный и тема это конечно касается практически всех потому что так или иначе все мы когда-то с этой темы сталкиваемся на том или ином этапе студии у нас заведующая центром амбулаторной онкологической помощи они бы донян который как вы понимаете кстати врачи и онкологи отмечают этот всемирный день этот это же как и не праздника просто как день внимания правильно понимаю да совершенно верно день внимания как между коллегами между собой так и мы обычно в этот день что-то делаем для пациентов какой-нибудь мероприятие организовываем для большей информированности и уделению внимания этому дню как особый какой-то профиль до заболевания особенно и нозология заболевания поэтому это очень важно но мы с вами уже встречались у нас была программа и я даже сказал сегодня вот подготовки что мы опять пройдемся на на поставным пунктом может что-то поменялось не знаю но смысл следующий все равно все про рак слышали у всех он до сих пор вызывает страх никто иногда особо даже не вдается там но только знать что есть какая-то четвертая стадия после чего все вот я конечно может быть сейчас немножко иронично с этого начинаю почему потому что если человек сегодня войдет в интернет и у него и знаю там горло болит да он читает что-нибудь там про горло и в конце обязательно будет написано а вообще-то это возможно признак рака у него заболела рука где-то он ударился зашел прочитал там опять тут написано я понимаю что конечно же иногда это делается для того чтобы привлечь человека в ту или иную клинику потому что у него начинается такой когда тремор сейчас до переживания и он кажется что не он болеет уже всеми болезнями мира тем не менее раз есть такой всемирный день есть огромная плеяда замечательных врачей и онкологов но есть ощущение что по-прежнему люди не в курсе глобально какой он все на какой на какой стадии сегодня и само заболевание и способы борьбы с ним верно да верно отметили к большому сожалению конечно заболевание можно даже сказать причина смерти от заболевание онкологического профиля с каждым годом все равно растет почему потому что улучшается диагностика улучшается он коносторожность то есть если раньше пациенты практически не обследовались или обследовались как-то узконаправленно то сейчас вот это он коносторожность которая в соцсетях в интернете да везде можно почитать делает шаг даже со стороны пациента чтобы пациент сходил и обследовался и зачастую почему мы говорим что нужно обследоваться потому что онкология выявленная на ранней стадии она конечно имеет лучший прогноз она имеет лучшее излечивание и соответственно как для пациента как и для доктор это всегда намного и приятнее и благополучнее поэтому говорить о том что как бы у нас не улучшались методы диагностики и лечения они действительно не то что год за годом один за днем улучшаются слушается как диагностика так и лечение касаемо диагностики скажу что сейчас уже во многих учреждениях есть такие виды лучевых методов как мрт или кт с искусственным интеллектом да то есть мы уже в целом доверяем и можем доверить системе компьютерной для того чтобы спрогнозировать до какой-либо диагноз там робота врать не будет он скажет у вас онкология так не будет там переживать по этому поводу этим занимаются очень врачу скажет я имею ввиду не конкретно пациент по врачу да это более детальное более информативное исследование то есть мы когда говорим об искусственном интеллекте мы уже думаем что это что-то невероятно что-то не с нами не с нами поэтому говорить о том что насколько быстро развивается диагностика и также насколько быстро развивается лечение здесь отдельный вопрос но это однозначно это уже доказано поэтому к большому сожалению онкологические заболевания по количеству встречаемости не уменьшаются а наоборот увеличивается я как раз подхватываю эту тему потому что ну во первых она самая будет наверняка смотрибельная слушаемая почему потому что все мы переживаем и за себя за родных близких причем мы уже тоже говорили сейчас и возраст так по-разному бегает это заболевание вот была пандемия 2020 год которая показала я так думаю что может быть не все еще до этого дошли но некую нашу человеческую слабость что мы по-прежнему далеко не царе этой природы этой планеты и так далее кто-то вообще считает что мы сюда были кем-то там завезены на хорошую планету ведем себя плохо но я к чему веду от лирики к серьезному вопросу нет ли у нас тогда ощущение что онкология это некая такая глобальная если можно сказать взяла текущая пандемия и итогом этой пандемии у этой самой пандемии стоит простая задача нас каким-то образом извести я так глобально фантазирую раз растет или это все-таки есть шанс что она где-то остановится и не знаю купируется скажем так то что онкология растет численность именно до смертности выявляемости опять-таки я скажу что только результат обследования результат диагностики и своевременного обращения пациента но при этом у нас есть большие успехи в лечении онкозаболеваний в том числе да как некоторые говорят там спрашивает какая у меня стадии очень пугаются 4 стадии на самом деле у нас очень много пациентов 4 стадии которые в стабилизации так мы называем тот процесс онкологический который остановился в своем росте и развитии то есть мы поддерживаем пациента на относительно так скажем удовлетворительном состоянии за счет постоянного мониторинга и лечения и это касается четвертой стадии тоже так вот этот процесс лечения нам все-таки дает какие-то шансы какой-то ну так скажем видение на хорошее будущее о том что это не перерастет в пандемию это перерастет в отрывы в то что как лично даже я некоторым пациентам объясняю когда впервые сообщают диагноз что это заболевание как любое заболевание она поддается лечению как любое заболевание она требует мониторинга контроля и внимания и соответственно динамического наблюдения врачей поэтому да к большому сожалению мы просто становимся постоянным другом да с союзником с вместе с пациентом но при этом мы говорим о том что это заболевание которое поддается лечению поэтому соответственно мы лечимся и наблюдаемся и боремся тут зависит еще и от пациента поэтому боятся да конечно многие боятся потому что все знают что это что-то неизвестное ну да есть ощущение вот в принципе кроме онкологии на сегодняшний день ну обычно все начинают приводить примеры сколько людей погибло катастрофах там тогда сосудистые сосудистых до заболевания но вот этот страх общечеловеческий даже страх а некое давление что и с тобой может быть и с твоими родными и близкими даже не знаешь лучше в данной ситуации все время мы находимся под каким-то грузом при этом мы общаемся мы выслушаем врачей мы хотим верить в то что вот как вы говорите это подвержено лечению что это возможно но все равно вот это какая-то психосоматика существует причем практически у большинства населения которые задумываются над этой проблемой то и недавно мы как раз тоже с коллегами общались по этому поводу почему же действительно психосоматика наиболее ярко дает о себе знать при онкопроцессах все-таки мы можем даже прийти к выводу почему многие пациенты услышав диагноз да мы так скажем советуем психологическую помощь тоже почему потому что вот это уже ощущение того что у многих онкология связана со смертью с неблагоприятным прогнозом страты и денег трата и денег большому сожалению это все-таки тот шлейф который исходит от прошлого потому что то какие скачки делает сейчас онкология такого не было ни пять лет назад не 10 вот мы во второй части сейчас поговорим об этом о скачках и персонально о центре амбулаторной онкологической помощи так он называется у нас в городском округе люберцы и нам будет интересно узнать почему потому что и мне кажется и врачам которые действительно этим занимаются тесно откуда вся эта зараза-то берется вернусь к пациенту и психосоматике вот как вы считаете как практикующий специалист которую который на глазах все это происходит понятно что это боясь остается но когда уже чек с этим сталкивается насколько сегодня пациентов стало больше которые готовы бороться которые не складывают лапки которые выходят победителем из этой истории и плюс к пациентам еще и семья потому что тоже что такой важный момент когда иногда знаете во всякие варианты люди уже и бросают и жен расходится чего же там греха той вот насколько сегодня с точки зрения пациента который уже столкнулся с проблемой вот это повысилась выживаемость если можно так сказать и физическое реально и психологическое да вот борьба борьба самого пациента для нас очень важно и сообщив диагноз мы в первую очередь ориентируемся на эту борьбу нам необходимо как врачам чтобы пациент во-первых доверился врачу во во-вторых он самостоятельно боролся почему потому что онкопроцесс это фактически наша иммунная система онкопроцесс и возникает в большинстве случаев потому что и страдает иммунная система клетки те которые борются с патологическими да они перестают бороться и соответственно и возникает вот эта патологическая клетка онкологическая и если пациент впадает в апатию в депрессию в недоверие к врачу в недоверие медицины в целом, отторгает родственников в плане тоже помощи и так далее, иммунный статус, к большому сожалению, подавляется. Потому что всё, что касается стресса, который возникает за счёт апатии и депрессии, подавляет иммунитет. Поэтому есть такое, да, ну, все знают, что все болезни от нервов. Почему так говорят? Потому что не сама нервная система вызывает заболевания, а именно вот этот стрессовый фактор, который присутствует в организме, он запускает цепочку механизмов неконтролируемых, так скажем, процессов, что приводит к различным патологиям, в том числе к спаду иммунного статуса. Так вот, когда пациент депрессивен, когда он не желает ни с кем общаться, не выполнять рекомендации врачей, конечно, на его здоровье это напрямую влияет. Ну, то есть он сам себя убивает. Сейчас мы убивают, причём и физически, и морально, и как угодно. Сейчас сделаем небольшую паузу, и вот во второй части поговорим уже о конкретике, что же там нового у нас происходит на этом рынке, скажем так, человеческом, где всё-таки есть возможность жить, продолжать жить, и даже переживать тех, кто, как говорится, здоровенький. Эта программа «Открытый диалог» – небольшая пауза. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, Ани Баданян у нас в гостях, заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи. Напомню, что в феврале отмечается Всемирный день борьбы против рака. Мы много программ этому посвящаем, и как бы заходы у нас для разговоров самые разнообразные. Но прежде всего речь идёт о человеческом отношении, о его психологии и так далее, и тому подобное. Наверняка все так или иначе сталкивались, кто больше, кто меньше. И иногда человек действительно очень сильно меняется, то, о чём мы говорили в первой части. А иногда, наоборот, казалось бы, человек, который ты считал слабым, вдруг он активно борется и живёт. И я знаю таких людей, которые живут довольно долго с вот этим поставленным когда-то диагнозом. Перейдём к научной составляющей. Вы как специалист, молодой специалист, я имею в виду, потому что любой человек, который немножко уже долго в профессии, ну, как-то не очень хочется ему читать там эти все новые трактаты, вы наверняка следите за всем, что происходит. Чем порадуете? Какие сейчас новые открытия сделаны? А может быть, от нас что-то скрывают врачи, чтобы нас не очень хорошо лечить? Да, у нас, если мы берём именно Всемирную организацию, да, онкопомощи, то раз в 4 года, соответственно, проходит, так скажем, конференция, да, всемирная конференция, где обсуждаются новые тенденции диагностики и лечения. И там мы впервые узнаём, если даже у нас нет какой-то связи, всё-таки через каких-либо докторов, кто побывал на этой конференции, это передаётся всем. Почему? Потому что это достаточно важное событие, за которым мы все онкологи, не буду, так скажем, разграничивать на молодых и немолодых, но, по крайней мере, для нас это очень важно. Почему? Потому что как консервативное лечение противоопухолевое, так и хирургическое и лучевое год за годом меняется. И мы должны быть в этой тенденции. Мы не должны отставать от мира. Поэтому тогда, когда некоторые пациенты предпочитают куда-то уезжать, ориентируясь, что почему-то там лучшее лечение, ну, такого не существует. Почему? Потому что стандарты оказания онкопомощи, они едины для всех. Они регламентируются, они выпускаются в виде клинических рекомендаций, и, соответственно, разницы нет, пациент пройдет лечение в России или за границей. Соответственно, говорить о том, что лечение отличается, нет. Мы соблюдаем те же всемирные рекомендации, те же тенденции, мы на них ссылаемся. Во многих ситуациях, даже где-то в осмотре нашем доктора, мы говорим, что согласно таким вот рекомендациям, указываем рекомендации год, показано определенное лечение. Поэтому говорить о том, что кто-то от нас что-то скрывает, или мы отстаем, ну, такого нет. Почему? Потому что стандарты едины, если они выпускаются, то, соответственно, им следует все. Все открыто, да? Совершенно верно. А вот есть какие-то новые, может быть, еще, как говорят в таких случаях, завиральные идеи, которые пока еще никто... Ну, они на уровне обсуждения, потому что, ну, мне кажется, что, наверное, тот человек, который... нам же всем хочется таблетку одну, маленькую, желательно недорогую, да? Наверняка люди изобретатель, вот они борются за вот это вот первое открытие, хотя их уже много, да? Вот как вы можете быстро узнать о том, что что-то новое там пытаются сделать? Да, сейчас все больше уделяется внимание молекулярной генетике и все, что касается именно генной инженерии. Почему? Потому что доказано, что какой имеет ДНК клетка, да, какую последовательность, и где происходит вот эта поломка, можно определенно, прицельно воздействовать на эту поломку. Поэтому такой метод лечения, как иммунотерапия, о которой мы не знали, да, совершенно недавно, как раз это тот метод, когда мы, изучив молекулярное составляющее, то есть генетическое составляющее самой опухолевой ткани, которая, конечно, отличается у двух пациентов совершенно с идентичным диагнозом. То есть как диагностика автомобиля практически, да? Да, посмотрели, что там вот нарушение какое-то, и начинаем туда менять. Да, совершенно верно. То есть это мы называем иммунотерапию ключ к замку. То есть мы индивидуально подбираем определенный препарат определенному пациенту. Почему? Потому что мы на генетическом уровне знаем, что из себя представляет опухоль. Это огромный прорыв, потому что когда мы узнали о иммунотерапии, мы подумали, что, наверное, большего быть и не может. Но хотя сейчас ведется еще больше работ именно в плане генетических исследований, более точечной, такой прицельной, таргетной медицины. Правильно я понимаю, у нас Аня, Даня, она уже была в студии, и мы очень подробно рассказали, как это происходит, про клетку. Помните, вы рассказывали, очень интересный этот эпизод. Но я имею в виду, вот каждый человек, у него своя генетика. Это мы понимаем. Но мы пока не можем просчитать, и, наверное, было бы неинтересно. Представляете, вот заходишь, пришел, не знаю, как в аэропорту, да, встал, тебя просканировали, говорят, так, молодой человек, значит, если вы будете продолжать, вы чем питаетесь, то-то, 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 употребляете, курите, там, 3 десятая. Тогда, смотрите, в 41 год и 2 месяца у вас будет это, через 4, где у вас будет то, и то-то, и то-то. Вот, наверное, я даже не представляю, если вот так вот знать, наверное, все бы сошли с ума. Ну, конечно. Но вот то, что вы говорите, генетика, и на уровне нашего персонального вот этого состава, наверное, это действительно прорыв, потому что тогда можно проводить эти обследования еще задолго до всевозможных, там, до первых даже лекарств, когда ты видишь, что что-то пошло или что-то может пойти не так. Опять же, вот эта вот условно называемая диспансеризация, ну или как тут можно, это, наверное, вот будущее, да, тоже для онкологических исследований. Да, к большому сожалению, мы, конечно, вот, как вы представили такую идеальную ситуацию, мы не сможем этого достичь. Почему? Потому что сама поломка последовательности может произойти в любой момент. Вы можете пройти диспансеризацию, допустим, вчера, а поломка произойдет завтра. Поэтому говорить о том, что на каком моменте мы можем предсказать и поймать, невозможно. Поэтому мы и говорим, когда первый вопрос у пациента, почему у меня? Почему это случилось со мной? Я не курю, ну, допустим, рак легкого, да, мужчина 45 лет, молодой, не курит, здоровый образ жизни, спортсмен занимается, есть у меня пациент, занимается активно бадминтоном, то есть он участвует в чемпионатах мира под бадминтону, ну, соответственно, он ведет совершенно наиактивнейший и наиздоровейший образ жизни, а у человека выявился рак легкого. То есть это одно с другим совсем несопоставимо, да, потому что мы думаем, что у кого рак легкого возникает? Курильщика, человека, который питается неправильно, антизож, антипп и так далее. Ну, вот именно на этом примере мы можем сказать, что никак это не связано в целом, да, может быть, не связано ни с факторами риска, ни с окружающей средой, ни с образом жизни. Но почему у него в этот момент случилась вот эта поломка ДНК, в результате чего клетка стала патологической, вот если мы достигнем вот этого уровня, что мы действительно можем понять, из-за чего это происходит, да, какие-то перестройки метаболических функций и так далее, вот это, конечно, нам даст всё, да, для того, чтобы мы могли исключить появление вот этих патологических клеток. Потому что всё, что касается диспансеризации, скринингов, которые мы сейчас проводим, ну, достаточно много, да, мы можем предотвратить. Почему? Потому что мы стремимся к профилактической медицине. То есть мы стремимся к тому, чтобы предотвратить, а не лечить. Поэтому мы проводим скрининги, диспансеризации. Но если мы будем знать всё-таки, от чего же возникает вот эта поломка и почему клетка становится патологической, тогда, я думаю, что мы можем, ну, по крайней мере... Возрадоваться. Выйти на улицу и возрадоваться. Да, совершенно верно. Вот ещё по поводу проверок и всего, знаменитое слово гистология, да, такое ощущение, что сегодня гистология после всего делает, ну, после любой операции хирургической, да, это почему? Это как бы на всякий случай или это делается исключительно в тех случаях, когда какие-то подозрения? Вот я веду к этому знаменитому разделению злокачественное, доброкачественное опухоль. Да, к большому сожалению, мы не можем иногда даже то, что мы видим глазами визуально, даже после операции, да, увидеть, мы можем не оценить, насколько есть какие-то риски. Например, банальная операция холецистоктомии по поводу желчно-каменной болезни, да. Планово, лапароскопически, достаточно современный метод. Удалили желчный пузырь, направили на гистологию, а там приходит рак желчного пузыря. И что делается? Мы бы никогда не узнали об этом. Почему? Потому что рак желчного пузыря сам по себе как диагноз не проявляется никак. То есть это не видно на УЗИ, это не видно на КТ, ни на каких обследованиях. Мы это можем увидеть исключительно только тогда, когда желчный пузырь удаляется. Бывают ситуации так называемой полипозы желчного пузыря, когда там образуется много полипов, которые за счёт травматизации, потому что это желчь, да, она травмирует и так далее, застой желчи, тоже полипы могут малигнизироваться, то есть превратиться в онкозаболевание. Поэтому тогда, когда есть полипоз, часто, конечно, немножко с одной стороны неправильно, но с другой, наверное, может быть, это подталкивает пациента, но хирурги пугают пациентов, да, они говорят, ой, у вас полипоз, это может перерасти в рак, надо обязательно оперировать. И, соответственно, пациент, ну, да, из вашей категории, всё, в стрессе, ему надо быстро удалять желчный пузырь. С одной стороны, в целом, это может быть правильно, потому что мы, опять-таки, предотвращаем развитие онкологии, с другой стороны, пугать пациента – это нехорошо. Но часто бывает, ну, как бы, не то, что часто, но у нас есть пациенты, у которых рак желчного пузыря действительно выявился только после операции. А как тогда делается, вот приходит тогда гистология, да, и что, а уже вроде как удалили. Да. Так зачищать теперь надо, или что? Гистологи как делают? Они делают срез удалённого материала, да, и, соответственно, срез уже смотрят. И бывает так, что какая зона их больше интересует, например, есть какая-то зона изъязвления, травматизации, утолщенные стенки, воспалённые стенки. Они, конечно, на этом акцентируют внимание и стараются всё-таки делать срезы из этих мест. И вот, да, приходят вот такие диагнозы. Поэтому удалив, опять-таки, я не сторонник плохих, так скажем, страшных историй и рассказов, вот, но обычные липомы, да, в простонародье жировики. А сейчас хирурги их очень боятся. Почему? Потому что, если мы раньше все думали, ну, и онкологи тоже, ну, липома и липома, да, ну, что на неё обращать внимание, пожалуйста, хирурги удаляйте, и всё спокойно. То есть сейчас очень часто бывает, что липома приходит как липосаркомы. Это достаточно грозные онкологические заболевания, они тоже поддаются лечению, но тяжело. Поэтому сейчас хирурги очень боятся даже липом, поэтому любая липома направляется сначала к онкологу, а потом уже к хирургу на удаление, так как вероятность того, что будет липосаркома, очень большая. К большому сожалению, и у нас в практике есть ситуации, когда удаляются родинки, да, без гистологии, а потом мы видим, что это была меланома, и мы лечим уже рецидивирующую меланому. Ну, липомы, которые не направляются на гистологию, тоже мы потом сталкиваемся с тем, что это рецидивирует, оказывается, там липосаркомы, и мы делаем вывод, что тогда всё-таки удалили, не направили на гистологию, и пациент не узнал, что там липосаркома. Поэтому в настоящее время все рекомендуют и все придерживаются этого мнения, что любая операция должна закончиться гистологическим заключением. Ну, как это ни печально, в данном случае программа наша завершается. Я уверен, что наверняка у наших телезрителей ещё огромное количество вопросов, поэтому мы всегда рады вас видеть в нашей студии с новыми новостями, такими приятными, которые касаются этой неприятности глобальной. Напомню, что у нас гостья была заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи, Ани Баданян. И мы, напомню, таким образом, можно сказать, отметили Всемирный день борьбы против рака, когда все ещё раз напоминают о том, что он рядом с нами, надо быть предельно внимательными, но не бояться этого, а бороться с этим. Была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин